всем привет друзья вы зашли на канал замуж в индию мы по-прежнему находимся в штате карната как гостим у парама родственников дедушка артуру подарил посмотрите какой красивый костюмчик футболочка и шортики сейчас он бирку снимет но я не знаю что мы сегодня вообще собрались заниматься документами я думаю что ты сейчас переоденешься потому что этот костюм можно будет на какой-то праздник надеть на какой-то фестиваль варина из сеньки супер нам еще нам еще кое-что подарил дедушка еще кое-что подарил для всей нашей семьи кое-что более ценное более значимое да парам но ладно говорит не надо как не надо абсолютно все показывайте рассказывать на ю тубе не стоит тем более папа предупредил я вам немножко все-таки расскажу чуть позже подъехали к офису по вопросу документов видите отец парама тоже с нами он тоже понадобится я очень сильно волнуюсь я всегда переживаю когда занимаюсь документами часто какие-то проблемы возникают но я внутри скорее всего снимать не буду потом уже когда дай бог все у нас получится расскажу вам что и как зашли в магазин с выпечкой меня привлек запах издалека почувствовала группа рам идем сюда я точно что-то для себя здесь вкусненькое найду так вот по поводу документов пока я не могу вас обрадовать и опечалить тоже будет известно через неделю получится ли у меня получить адер карт или нет но во всяком случае я была приятно удивлена насколько люди в таких вот учреждениях это немножко странно но здесь в индии люди настолько приветливые настолько внимательные улыбчивые по заигрывали с артуром ну как-то и вот такие вот разные булочки начинки есть панир а вот здесь вот можно поза посмотреть в типа как наших хот-догов только с яйцами а вот это вот что-то вроде пиццы но мы заказали такие вот слоечки треугольные одну с паниром другую с яйцами вот эти вот сладости тоже здесь вкусно но мне как-то уже сладости не хочется потому что везде когда мы приходим в гости нас угощают вот этими вот блинчиками с кокосовой начинкой она очень сладкая можно сказать даже приторная поэтому хочется чего-то такого наоборот остренького не знаю чем сегодня будет радовать нас и швант мне кажется а там тут же тут же видите и готовятся вот но и шлан что-то по-любому приготовил но мне вот хочется побаловаться какой-то выпечкой настолько ароматное все маке лейтс гу еще не все еще вам и же еще поездили по банкам ребята я же не снимала видео папины вопросы решали деда еще завтра нам предстоит но ничего все будет хорошо ты снимаешь хочу показать колвати как я буду выглядеть в саре том саре которая подарила она мне здесь так положено чтобы действительно показать что подарок понравился подошел нужно нарядиться в него как мы нарядили артура утром в подарок отца а сейчас я наряжаюсь в саре которая на колвати мне подарила он будет восторге ему приятно будет приятно будет что я нарядилась как индианка как он только меня не видел уже ее папа сими свиминку следил меня в купальнике в штанах в шортах в чем только не видел но конечно же надо представить перед ним во всей красе как настоящая жена индийца помехиpel лак гат авто альбом альбард аа на сало это как парни на сало это как по-на-на сало это альбард ааа для подвеска на шпите и сами и 1 по-английская лица а где-то тут что Я думаю, все поняли, что папе очень понравилось. Он в восторге, и перевожу, что он сказал, значит, ему бы хотелось, чтобы я почаще так наряжалась. Всем очень понравилось. А мы сейчас к соседке зайдем, во-первых, конфеты ей подарим, а во-вторых, пофотографируемся. У нее красивый дом, много цветов. Хочется же запечатлеться. Парам, видите, тоже переоделся, чтобы сделать красивые фотографии. Вот посмотрите, какие здесь красивые цветы. Мы уже пофотографировались. Парам в последнее время фотографирует только себя или Артура фотографирует. Да, когда я наряжаюсь в саре, то он меняется кардинально. Фотографирует меня, снимает на видео. Вот даже Шванта попросил, чтобы он с нами пошел у нас, пофотографировал наш фотограф. Ну все, now we go. А, да, кстати, Артур обратил внимание, что когда я навожу камеру, ну это все, все индийцы, парни сразу начинают поправлять прическу. У них это происходит как-то машинально, инстинктивно. Единственный мужчина, индийц, который не поправляет прическу, это мой муж. Смешная шутка. Эта женщина зовут Шуба, Шуба Анти. Мы уже были у нее когда-то в гостях. Позапрошлом году, в прошлом, по-моему, не были. Соседка вот. Вот дом, вот это вот все, видите, такой большой дом. Вот эти вот пристройки, это все принадлежит отцу Парама и его детям. Но уже Параму не принадлежит. Парам свою часть дома продал среднему брату, которого вы редко видите. Очень редко, так как они особо не общаются. Повздорили. Вот, и они с этой соседкой все дружат на протяжении долгих лет. У нее дочка замуж вышла. И я так понимаю, что когда-то Шван был в нее влюблен, в эту дочку. Не знаю, как сейчас. Может быть, уже прошло. В общем, не будем об этом. Это как бы грустная история. Парам говорит, почему-то не сняла, почему-то не сняла первую реакцию. Но мне неудобно было. Я как бы зашла, поздоровалась, ну, как положено. Вот, и не сняла реакцию. Она тоже в восторге. Говорит, как классно тебе в этом наряде. Все в восторге. Спасибо. Женщина пришла, покупает волосы, говорит. Парам. How much? 1 килограмм 5 тысяч рупий. 1 килограмм волос 5 тысяч рупий стоит. И вот, посмотрите, колватия имеет припасы своих волос. Она, получается, когда расчесывается, волосы не выбрасывает, а куда-то складывает. Сколько это будет стоить? 40 рупий. 40 рупий. Что же она будет делать с этими волосами? Первый раз такое будет делать парики? Да. Артур говорит, что ты, наверное, папе, отдал свои волосы. Это Артур так шутит. Стоит. Это твои волосы, да? 40 рупий. Вот. Это неплохо. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. 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 А-ха, седые волосы. Она будет еще перебирать, седые волосы будет выбрасывать. Супер. Ха-ха-ха. 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 Эта женщина-перекупщица. Вот видите, у нее весы. Она сама не делает парики. Она потом их будет сдавать на большую, ну, как фирму, фабрику по производству париков. Как правильно сказать? Я даже не знаю, честно. Я просто в шоке еще нахожусь и приходится это все комментировать на ходу. А я сама просто, у меня челюсть отвисла. Индия не перестает меня удивлять. Вот так, видите, она колвати волосы на глаз оценила 40 рупий. А если кто там имеет действительно, наверное, стоящую шевелюру, тогда вот это все так взвешивается, чтобы, не дай бог, не обмануть, не продешевить. Смотри, веса 50 грамм. Вот сколько тут, 50 грамм. Ах, 100 грамм. Нет, 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 нет. Никто, нет, нет. Никто. Ах, 1 000 только. Ах, 1 000 и 1, you are nowhere, right? These grey hair, all. They no value. Black hair only, sh**. видите женщина дешево оценила мои волосы из-за того что половина волос у меня седых всего тысячу говорит дам за твою шевелюру и вот насколько здесь все по-разному да вот я сейчас только с ишван там обсудила у нас в штате махарашта такого нет то электрики то очень много всего отличается действительно даже между собой индийцы могут друг друга удивлять и вот я вчера это у нас уже следующий день я вчера уже вечером ничего не снимала и вот когда я наряжалась в саре я говорю колвати может быть я надену вот эту вот сережку в нос у нас махараши это считается очень красиво не получается без зеркала она как раз смеялась как раз хохоталась парам тоже больше мы это у нас это вообще ну типа как какая-то деревенщина с ними с ними сейчас же с ними мы сейчас едем в гости в гости к ванне у нас планы поменялись помните я говорила что планировали мы к ней заехать в бангалорик и в их дом городской но не получится бангалор мы не поедем и самый грустный печальный момент сегодня у нас последний день вечером мы уезжаем у артура еще целую неделю будут каникулы но мы изначально планировали что последние дня три проведем боже мой в бангалоре параму по делам надо по поводу загранпаспорта у него уже через шесть месяцев заканчивается и я очень хотела посетить некоторые места достопримечательности но естественно видео поснимать уже все там запланировала но вот у нас планы резко поменялись вчера вечером позвонил параму хозяин парамхауса хозяин отеля ракешбай и сказал что в общем что он там сказал это я уже потом в отдельном видео отдельное видео посвящу этой теме в общем нам надо срочно ехать и вот парам вчера вечером купил билеты и сегодня 8 часов мы выезжаем выезжаем домой как грустно но грустно еще из-за того что я думала что у нас еще впереди несколько дней будет и Субтитры создавал DimaTorzok Мы приехали на речку, Артур уговорил папу напоследок покупаться в реке. Но я так понимаю, что Парам тоже довольный. Он еще взял с собой шампунь, мыло. Они еще планируют здесь искупаться. Но я-то дома искупалась. Слушайте, так хорошо сижу, так уютненько. Я не пойду плавать. Мне и так нравится. Я просто кайфую. А, Парам сказал, что твои зрители, говорит, Наташа, скорее всего, не поверят, что отец подарил ценный подарок. Ну, это как оберег для того, чтобы наша семья была крепкой, чтобы мы прожили долгую счастливую жизнь. И он говорит, мол, надо своим зрителям все показывать. А я вспомнила, ну, вот недавно прочитала комментарии ваши, что даже вот когда я показала документ о том, что мы с Парамом действительно официально женаты. Я показала документ, но некоторые написали в комментариях, мол, Наташа, ты подделала документ. Так что можно и, в принципе, даже если ты покажешь, все равно некоторые почему-то не верят. У нас вообще развлекательный канал. Я не знаю, хотите верьте, хотите нет. Ну, как-то больше ничего доказывать я не буду. Я и Параму сказала, что, ну, действительно, буду рассказывать. Лучше всего узнать человека, когда ты с ним попутешествуешь. Вот мы провели несколько дней вместе, вместе с отцом Парама, и действительно, вот мы как-то как породнились. Я уже его не стесняюсь, не смущаюсь. Уже действительно как родной человек. Ну, и я чувствую, что у него тоже такие же чувства к нам, ко мне и к Артуру. Многие из вас до сих пор не верят в то, что отец Парама к нам по-доброму относится, что он любит своего сына, своего внука и меня. Ну, возможно, я не смогла передать это в своих видео. Он еще, знаете, как пожилой человек, он не слишком любит выражать свои эмоции на камеру. Он вообще иногда думает, что я снимаю фото и как бы замирает. Когда я видео снимаю, он замирает, вроде как позирует для фотографии. Но Парам не хочет, и я его сейчас уже стала поддерживать. Он не хочет показывать, что-то доказывать. Когда мы с Парамом приехали знакомиться с его родителями, что случилось, Парам? Поперхнулся. Парам поставил их перед фактом, что, мол, я привез свою жену. Хотя на тот момент мы официально не были женаты, но он купил заранее нам кольца обручальные и сказал, что мы провели индуистский ритуал в Махараштре. Ну, мы действительно ходили в храм, ритуал один мы провели. Но такой вот именно свадьбы индуистской у нас не было. Вот. И родители Парама на тот момент очень сильно переживали. Они думали, что, возможно, я вот так вот с ним поживу какое-то время и уеду обратно к себе на родину. И там уже найду себе парня своей национальности. Долго они об этом переживали. Ну, вот спустя уже столько лет я поняла, что отец действительно уже понял, что мы пара настоящая и проживем долгую счастливую жизнь. На это он надеется. И даже вот помните, когда мы с Парамом серьезно поссорились в этом году это было, Парам ему по телефону рассказал, мол, ну, Наташе все не нравится, все, она что-то ничем-то недовольна. И отец ему мудрые слова сказал. Вот сколько времени она, ну, пойми, мол, ее тоже ей тяжело без родных в чужой стране. Говорит, она прошла, как говорится, проверку, а сейчас ты должен стараться и на ее капризы реагировать адекватно. Я что-то сейчас вспомнила, как в детстве мы, когда приезжали на дачу, мы приезжали вместе с кошкой и по дороге мы заезжали на стовок и как-то однажды мы решили эту кошку искупать. Кошка уже здоровая, ну, естественно, она вырывалась. И я помню, мы купаем эту кошку, а люди сзади видят эту картину. Ой, посмотрите, посмотрите, там котят топят в речке. Артур, ты тоже так сейчас визжал, как будто бы котенка топят. Артур, кстати, очень мало раз в своей жизни плавал именно в речке. Обычно это муря или бассейны. Ай, на меня не брызгайте! Парам, когда купается, тоже использует шампунь Head & Shoulders. Мелая чуть не уплыла. Не снимай, не снимай, говорит. Субтитры сделал DimaTorzok Чикен фрай? Чикен фрай, чикен сомбай Окей, Ваня готовит обид Хороший аппетит У этого их в прошлый раз у меня не было И у этого Их уже запомнил, да, в лицо всех, знаешь Артур в прошлый раз, когда приезжал сюда, кормил Овечек, козочек Вот это вот листья манго Вы смотрите только на эту шортку и на эту Разные Кто хорошо кушает, тот и выглядит хорошо Так что, Артур, ты тоже хорошо кушаешь А мне кажется, кстати, Артур Как будто бы даже поправился Такие щечки у тебя Артур, покажи, такие щечки На молочке На домашнем молочке поправился Мы хотели подарить Этого Ганешу, когда Приехали бы в Бангалур Но так как у нас поменялись планы Поэтому мы сейчас дарим Это на удачу Это виджи, они две сестры Они вместе живут Поэтому это как бы их дом оберег Они очень хотят, чтобы мы посетили их дом в Бангалуре Новый красивый дом, роскошный Но все у нас никак не получается Ну и в этот раз, видите, не получилось И решили этого Ганешу уже здесь повесить Мне, кстати, кажется, что он здесь Вот на даче В деревенском стиле Такой, знаете Он здесь лучше, я думаю, будет смотреться Чем у них дома Дома у них, я так понимаю Совсем другой стиль В Бангалуре Ну и в Бангалуре На прощание отец нас хочет напоить кокосом. Вкусно? А, это для меня, для меня? Сейчас, секундочку. Я уже не снимала, знаете, я уже не могу, его тоже смущать не хочется. Приготовил курицу разных вариантов, и жареную, и там какой-то с лимонным соусом, и еще какой-то, три варианта, как обычно, рис, там, лепешки, все очень вкусно, я, честно говоря, не могу столько много есть, потому что не хотелось его обидеть, поели с Артуром, действительно вкусно, видно, что человек старался, он вообще вот это вот все время никуда не выходит, но он, во-первых, я уже, как рассказывала, подготавливается к экзамену, и плюс еще, так как мы приехали, гости, он все время готовит, готовит, вот так обычно, он иногда проводит время с друзьями, тоже любит куда-то ездить, путешествовать. Артур вот на прощание попросил поиграть с фишфантом в бадминтон. Видите, я уже переоделась, сейчас за нами приедет рикша и повезет нас на автобусную станцию. Уже приехала. А, точно, вон, видите, рикша стоит, нас ждет. Все, последние минутки, и будем прощаться. Артур говорит, так не хочется, так не хочется. Знаете, почему ему особенно не хочется? Потому что через несколько дней, когда закончатся каникулы, его ждут экзамены. Он говорит, я хочу здесь остаться, здесь не будет экзаменов. Ну и вообще ему здесь понравилось. По поводу Павана, маленького мальчика, он сейчас в школе, уже, как тогда, когда были выходные, он постоянно с нами проводил время, а сейчас он учится, причем там до четырех часов. В общем, он нас не придет провожать, Прити тоже не приедет нас провожать. У мужа Прити мы вообще не увидели ни разу, он боится, потому что его уже и швант побил. Он боится, что его в парам побьет. Ну, кто не смотрел предыдущие серии, он там на бока порил, накосячил. По поводу дома продал его очень дешево. Артур, хочешь поиграть с тетей Калвати? Да. Это здесь очень популярная игра. Здесь, допустим, в Южной Индии в крикет, ну, не особо играют, а здесь вот в эту игру все вокруг играют, даже какие-то там чемпионаты устраивают. А, хорошо, парам говорит, давай быстрее в туалет, и папа хочет нас благословить на прощание, и поедем. А, хорошо, парам. Пока! Спасибо! Пока-пока! Приехали, спасибо! Спасибо за все. Пока! 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 Ушару. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного. Продолжение следует...